Мы начинаем сезон с группы Бруто. Нас очень много просили о том, что привезите, сделайте. Видно, чернильскому зрителю это нравится, мы поэтому решили и сделали Бруто. Это принциповая позиция у Сергея Михалка не давать интервью, так? Сегодня он четко сказал, ребята, я не только в Чернигове отказал, я отказываю всем. Это моя позиция. То есть, если мы сходим на какие-то концерты, он будет не клевый, можно сказать, я не ходу больше на концерты, приблизительно так же. Ну да, если Земфира недавно сказала о том, что она заканчивает тур выступления, журналисты все сообщили, что Земфира вообще сходит со сцены. В итоге сегодня Земфира четко рассказала на своем фейсбуке, на странице, что меня все-таки неправильно поняли. Я просто устал, я хочу отдохнуть, я хочу писать новый материал. Вот поэтому все зависит от нас и от нашего восприятия, как кто воспринимает данную сказанную фразу, в каком контексте. Музыка Что для тебя, вот, бру-то? В первую очередь это музыка для меня, потому что, ну, я люблю их исполнение, особенно, там, они где-то с 11-го года как-то свой репертуарчик немного поменяли, там больше социально острый вопрос, вопросы начали поднимать. Ну, вообще, на самом деле, вот их зажигательный бит и ритмик, просто когда это слушаешь, это, ну, что-то невероятное, сами слышите. Ну, вообще, на самом деле, ребята. Лучшие друзья, мужчины, дни, красивые, надежные, чем бунты, дни. Лучшие друзья, мужчины, дни, красивые, надежные, чем бунты, дни. Вот был чувак себе, Ляпец Трубецкой, там, делал попсовые темы. Сейчас он такой трушный, рок-н-ролловый, там, роковый. Вот почему так случилось? Ну, насколько я помню, у него, даже у него был переломный период жизни, он как-то там, ну, как бы, не знаю, может, он выпивал много или еще что-нибудь. А потом, в какой-то период, наверное, он для себя понял, сделал вывод, что, как бы, что-то надо менять. И даже вот по самому его репертуару можно понять, что вот этот момент какой-то был. И, ну, вот, наверное, он выбрал для себя такие тоже социальные темы острые, не знаю, может, переломные моменты как раз на это повлияло. Ты знаешь, вот, когда вот он превратился из Ляпеса в Бруто, значит, стало вообще интересно. Человек просто сам вроде как переродился. Он начал совсем другие песни писать, совсем по-другому начал себя выставлять. То есть, я вот иду на концерт, потому что мне интересно посмотреть на перерождение человека. Вот вы верите ему? Верим, конечно. Верим, потому идем. Что произошло с ним? Вот, мне интересно тоже посмотреть, что с ним произошло. Я первый, вот, после старых его, как бы, после его старого воплощения, первый раз иду на его концерт, хочу посмотреть, что получилось из этого. Лучшие друзья, мужчины в мире, красивые, надежные, чугунные кири. Лучшие друзья, мужчины в мире, красивые, надежные, чугунные кири. Лучшие друзья, мужчины в мире, красивые, надежные, чугунные кири. Что вы ждете от этого концерта? Как будут люди? Какая публика сюда ходит? Вот, например, Палац Химиков, там нет фан-зоны. Как будет рок-концерт? Для нас это больная тема, потому что мы не один год пытаемся убедить администрацию о том, что на подобных мероприятиях обязательно должна быть фан-зона. Потому что есть музыканты, которые несут энергию, и люди ее подхватывают, они должны танцевать, они должны расслабляться. А здесь фан-зона будет отсутствовать, все будут сидеть. Ну, как бы, для меня это немножко болезненно, это все. Я не знаю, как он сегодня пройдет, потому что я даже переживаю за те стулья. И хочу, чтобы мы вышли с зала добрыми, хорошими настроениями, и что администрация нам потом ничего не сказала о том, что мы больше не хотим таких концертов. Добрый вечер! С нами вся тур! Четверий вечер! Спивай, танцуй! Бубны, цыбалы! Музыка, гнай! Кухонь с медом! Зародный, грань! Ротный, 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 грань! Ротный, 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 блядь! Мой сын и мне, я злой, не лыгас! Ротная, родная, родная, батья! Я в околах, в канвасе ухати! Ротный, 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 батья! Цын свале тел, на требах, как раз я в урод! Ротный, рай! Ротный, 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 ротный... Что вас привлекает вот в этом артисте? Ну, почему вы так вот? Просто поехать открытость, открытость, выражение своих чувств в открытую, не боязнь. Мы просто его любим, постоянно следим за его творчеством. Родный край А что круче, Ляпис или Бруто? Позднейший Ляпис и новейший Бруто. Скажите, вы? Хотя ранний Ляпис, когда нам было, может, мы были помоложе, поюнее, нам нравился Ляпис за его харизму, Михалу, всегда. И когда мы, может, поздравили, он поздравил с нами, либо наоборот, мы поздравили с ним. И нам его песни всегда нравились, и его творчество. Меняется мир, меняется, в принципе, мировоззрение, мышление. И мы следим за многими событиями, в том числе и за творчеством Михалком, Михалка. И мы просто рады всегда его. На весне, может, поэтому мы все вместе. Да, поэтому мы здесь. В Украину не страшно было приезжать? Ой, вы знаете. Мы все люди, мы все любим друг друга. Все хорошо, все нормально. Ребята, да, у вас уже всех детей поели. Мы приехали за ними. Спасибо. Мяч. Мяч. О, мяч. 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 О, мяч. Михалок обратился в фейсбуке, что, мол, хочу сделать концерт в Минске, да? Как вы думаете, это ловушка? Нет, это не ловушка, это его там попытка все-таки выступить в открытой в Белоруссии. И насколько это будет на самом деле честно, потому что наши власти лукавят, они не говорят напрямую то, что наши концерты под запретом, вернее, его концерты под запретом. Это очередная попытка сделать в открытую письмо, как бы... Говорят, что будет концерт. Говорят, что будет, но пока нам проще приехать в Чернигов, да. Уже повода он есть. У вас великі плани. Я знаю, что много світовых артистов плануется на весну и на осень. Привідкрите це. Так а что, мы не скрываем, мы сейчас просто ждем конечный промо-материал. У нас будет Рок-н-рол-дэй 2. Мы, как и обещали, он будет, он состоится. И у нас гость на Рок-н-роле Юра Ахип. Той самый Юра Ахип. Да, да, именно тот самый. Именно настоящий, не кавер-группа, а настоящий Юра Ахип. Я его недавно буквально подписал, три недели назад. Мы возглавляем тур полностью. Тур начнется в Украине именно с Рок-н-рол-дэй в Чернигове. Субтитры сделал DimaTorzok У нас на осень сюрпризов очень много. Мы уже анонсировали Дору Пэш. Мы тоже делаем тур, и она стартует с Чернигова. У нас еще ряд проектов, которые сейчас еще в районе подписания. И закончим год. Очень сейчас бешено раскручивается немецкая команда Кисен Динамайт. Мы везем ее в Украину. И первый концерт будет 5 декабря в Чернигове. И начнется тоже тур Кисен Динамайт. Также у нас еще будет ряд мероприятий. У нас будет Харкис, у нас будет оркестр Харди. Мы готовим несколько сюрпризов по джазу. То есть это вы скоро все услышат и увидят. То есть очень богато насыщенная программа для Чернигов. Был паренек в качалке, звали его Гарри. Любил кричать кричалки, за кружкой пива в баре. Но дикие собаки на родину напали. Пошел солдат и гарь, вернется ли едва ли. Мы надеемся, что все-таки то, что мы делаем на протяжении, скажем, многих лет. Мы хотим, чтобы рок-н-ролл именно в Чернигове жил. И мы хотим, чтобы этот рок-н-ролл нес душу, доброту. И люди были счастливы от этого.